Вы не знаете, почему у людей такие смешанные чувства и эмоции по отношению к пиявкам? Может быть потому, что они выглядят такими отвратительными, скользкими, жуткими, кровожадными существами? Мы инстинктивно боимся их. Но с давних времен люди использовали пиявок для лечения многих заболеваний, и сейчас они широко используются, особенно в микропластической хирургии. Слюны, железы пиявок выделяют смесь лечебных средств. Это антикоагулянты для разжижения крови и предотвращения образования тромбов, сосудорасширяющие средства для расширения кровеносных сосудов и облегчения кровотока, противовоспалительные средства и анестетики, чтобы укушенный не чувствовал крошечного прокола пиявки в форме трехконечной звезды. Давайте проведем небольшой эксперимент и посмотрим, что вот эти 8 голодных пиявок предпочтут есть – мою руку или кусок размороженной печени. Вообще я в ужасе, меня раньше кусали пиявки, и я их очень боюсь. Этих пиявок я поймала в одном из озер Антарио. По закону я могу поймать 120 пиявок для рыбалки на живца. Рыбалка в тот день не удалась, и я решила забрать этих пиявок домой, чтобы порыбачить на них в следующий раз. Это случилось поздней осенью, и, к сожалению, погода не дала мне больше возможности вернуться на это озеро для очередной рыбалки. И я решила оставить их в холодильнике до весны. Уже 5 месяцев я их не кормлю, просто регулярно меняю воду, вот и все. Так что мои пиявки очень голодны. И я боюсь, что они умрут, если я их не накормлю хотя бы один раз. Так что это мои питомцы, и я их уже давно знаю, и, кажется, привыкла к ним, и даже решила поделиться с ними своей кровью. Как известно, никаких серьезных заболеваний пиявки не переносят. Также редко встречаются инфекции, ран от укусов. Особенно, если пиявки долгое время ничего не ели. Голодание дополнительно сводит концентрацию симбиотических бактерий, аэромонос близко к нулю, что делает их укусы более безопасными. Теперь, когда я эмоционально готова, я ставлю пиявок одну за другой на мою руку, пытаясь дать им немного своей крови. Но ни одна из них на самом деле меня не кусает. И я в замешательстве. Может, у меня кожа очень грубая, или пиявки совсем ослабели. И я решила попробовать дать им немного печени. Той самой печени, которую я использовала в моей ловушке, когда поймала их на озере. И к моему удивлению, я должна признаться, что мои питомцы предпочитают размороженную печень моей человеческой крови. Обидно, правда? Нисколечко. Потому что не все пиявки являются кровососами. Как мы готовы в это верить? Многие из них не сосут кровь, а вместо этого являются хищниками. Знакомьтесь. Эрпабделла обскура. Пресноводная ленточная пиявка, распространенная в Северной Америке. Это крупная пиявка, которая может вырасти более 10 сантиметров. Большой рот занимает всю переднюю присоску, и челюстей вообще нет. Именно поэтому они не могут кусаться. Это не кровососущая пиявка, но хищник, питающийся другими беспозвоночными, включая амфипод, водяных блох, капипоц, червей, брюхоногих моллюсков и рачков. Далеко не все виды пиявок питаются кровью. Мои пиявки принадлежат группе червей и пиявок и не имеют ни челюстей, ни зубов и проглатывают добычу целиком. Ленточные пиявки называются ленточками из-за своих грациозных движений в воде и очень длинного и плоского тела. Их движения и привлекают рыбу. Именно поэтому ленточные пиявки одна из самых лучших наживок для ловли на окуне. И я подтверждаю этот факт. У нас есть видео на нашем канале. Пожалуйста, смотрите, ссылка в описании. Когда я узнала об этом, я перестала их бояться. Я могу держать их всех сразу в моей руке. Они стали для меня такие милые. Но я ужасно боюсь вот эту вот настоящую кровопийцу Макробделла декора. Ближайший североамериканский вид лечебных пиявок к европейскому виду Макробделла медициналис. Это удивительные существа. Их можно держать в качестве домашних питомцев и они могут прожить до 10 лет при надлежащем уходе. И могут периодически оказывать вам медицинские услуги. Потому что в их слюне содержится антикоагулянт герудин. Они могут встречаться разной окраски в зависимости от среды обитания. Но обычно они темно-зеленые с оранжевыми или черными точками на спинке и оранжевым брюшком. В последующем видео я попытаюсь рассказать более подробно о ленточных и кровососущих пиявках. Так что подписывайтесь.